К другим темам. Коммунальные службы продолжают готовиться к весеннему паводку. Активно расчищают ливневые коллекторы. Местами трубы забиты на 90%. Муниципалитет заключил контракт с новым подрядчиком. Вместе с городскими службами частники должны успеть расчистить ливневки для пропуска талых вод. Подробнее в репортаже Александр Потенихина. Общая протяженность ливневых коллекторов в городе более 500 километров. При таких масштабах за состоянием коммуникации приходится постоянно следить. Местами трубы на 90% забивает. Песок, щебень, строительный мусор. Все, что стало и дождевой водой попадает в коллектор, застревает в нем. Специалисты уверены, если правильно выстроить работу, ливневки пускай не сразу, но будут чистыми. Если удастся достичь нам определенных успехов в этой работе, то мы обеспечим на несколько лет серьезную, планомерную работу по приведению систем ливневой канализации в нормативное состояние. И надеюсь, что через 3-4-5 лет город забудет о проблемах, которые существуют на системе, на сети ливневой канализации. Коммунальным службам при большой протяженности ливневой канализации не хватает техники. В городе работает только два канала промывочных комплекса и два илососа. Но выход найден. Заключили контракт с подрядчиком, у которого большой парк техники. Мощности и качество несопоставимы. Будут работать не старые КамАЗы, а новые МАНы и Мерседесы. Пока договор с подрядчиком заключили до 31 мая. Мы готовы предоставить городу 8 каналопромывочных комплексов. Один у нас уйдет с Красноярска, один с Томска и два комплекса подходят у нас с Москвы. То есть здесь будет сконцентрировано именно 8 каналопромывочных комплексов. Насосное оборудование – это передвижные станции. Все это на период пропуска паводковых вод. На разведку в ливневый коллектор отправляют специального робота. Перед тем, как прочистить трубу, нужно проверить, в каком она состоянии. Немецкий теледиагностический комплекс – гордость коммунальщиков. К тому же робот просто в управлении. Бортовая панель похожа на игровой автомат. Сейчас такой аппарат стоит 12 миллионов. Робот может проверять трубы диаметром от 150 миллиметров и больше. Работа заключается в следующем – проверка канализационных ливневых труб, коммуникации, швов, диагностика, засоренности коллекторов. В город стягивают все силы для борьбы с паводком. Коммунальщики работают и днем, и ночью. Времени до того, как снег начнет активно таять, осталось мало. Александр Потенихин, Олег Ролевец, Новосибирские новости.